Готовы? Нет? Нет. Готовы? Нет. И министры нормандской четверки направили коллективный сигнал всем участникам этого процесса, чтобы сроки эти были выдержаны. Во-вторых, договорились, что успешно примененная схема отвода вооружения калибром менее 100 мм может быть вполне применена и к более тяжелым вооружениям более крупного калибра. И просили контактную группу и участников рабочих подгрупп рассмотреть такую возможность и как можно скорее согласовать такой график и для вот этих вот более тяжелых вооружений. Особое внимание уделили также проблеме разминирования. Она серьезно осложняет не только повседневную жизнь на Донбассе, но и грозит создать сложности для зимнего периода, потому что от разминирования зависит восстановление экономической, транспортной инфраструктуры и вообще функционирование хозяйственных объектов и социальной сферы. Кроме того, уделили внимание гуманитарной ситуации на Донбассе. Мы обратили особое значение на то, что продолжающаяся блокада, крайне незначительное количество пунктов пропуска, очень сильно сокращенные возможности для предоставления социальных услуг, выплат, пенсий, пособий создают тяжелую гуманитарную ситуацию. Она не улучшается. Мы обратили внимание на то, что все это подробно описано в недавнем, буквально пару дней назад, вышедшем докладе комиссара Совета Европы по правам человека, где подробно излагаются проблемы, прежде всего проблемы, создаваемые киевскими властями. Также есть общее согласие в том, что гуманитарные организации, которые готовы работать на Донбассе, должны такую возможность получить. Мы призываем власти, провозглашенных ЛНР, продолжать договариваться с организациями системы ООН в гуманитарной сфере, с неправительственными организациями, которые оказывают помощь населению, договариваться о том, в каких форматах эта работа может продолжиться. Особое значение имеет, конечно же, для всего Минского комплекса мер решение вопросов по политической реформе. Этому было уделено главное внимание в Париже нашими руководителями, лидерами нормандской четверки. И это предполагает, прежде всего, согласование закона о проведении местных выборов на Донбассе, проведение амнистии и осуществление конституционной реформы, закрепляющей особый статус Донбасса в соответствии с минскими договоренностями на постоянной основе. По всем этим аспектам урегулирования украинского кризиса, в строгом соответствии с минским документом от 12 февраля, мы будем направлять сигналы контактной группе и участникам рабочих подгрупп, чтобы все эти аспекты урегулирования были в центре внимания и чтобы по всем из них были найдены договоренности. Если есть вопросы, пожалуйста, коротко. Сергей Викторович, в том или ином виде вопрос о сроках минских договоренностей украинского управления могут быть? Нет ни у кого сомнения, что минские договоренности продолжат действовать до тех пор, пока они не будут полностью выполнены. И хотя бы такой факт, как необходимость разработать общеприемлемый украинский закон о местных выборах на Донбассе, и факт, который состоит в том, что после принятия этого закона потребуется 90 дней для подготовки выборов, простое сопоставление этих цифр показывает, что, конечно же, до конца года мы этого сделать не сможем, и выполнение Минска перенесется на следующий год. Спасибо. Спасибо. Что? Конечно. Прошу. Девятый, пожалуйста, вот и вы, господин Штаймар, сегодня в самом деле довольно позитивно оценили замок, и в то же время наши совеседники и новости смеск говорят о том, что возобновились отстрелы, и вся, наоборот, ситуация там довольно опасная, нет ли ощущения различия между... Там есть определенная эскалация ситуации в связи безопасности, были зафиксированы специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, обстрелы с обеих сторон, были зафиксированы, опять же, с обеих сторон нарушения обязательств по отводу тяжелых, по отводу вооружений и сохранению их, главное, в местах отвода. Доклад специальной мониторинговой миссии за последнюю неделю мы сегодня внимательно рассмотрели. Повторю еще раз, договоренности по вооружениям калибра менее 100 мм выполняются, необходимо их же применить к вооружениям калибром выше 100 мм, и мы активно поддержали специальную мониторинговую миссию в том, чтобы она продолжала выполнять свои функции, купировала отдельные нарушения, которые не имеют такого повального характера, это всеми отмечалось, и я очень надеюсь, что эта эскалация будет приостановлена. В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, кстати, высказывается предположение, что, может быть, вот эти всплески насильственных действий связаны с желанием радикалов, националистов послать свои специфические сигналы правительству в Киеве, в том числе в связи с арестом известного деятеля господина Корбана, которого пытается, значит, отстаивать правый сектор и те, кто за ним стоит. Спасибо.